Африканские антилопы-импалы очень осторожные и чуткие животные. Почувствовав поблизости присутствие хищника, они сразу же разбегаются кто куда. Воспользовавшись этой суматохой, леопард в точном броске схватил одну из антилоп. У него намечается сытный обед, но не в этом месте, иначе велика вероятность привлечь гиен или того хуже львов, поэтому нужно затащить добычу на дерево. А у этой импалы счастливый день. Ей сначала удалось уйти от погони гиеновидных собак, прыгнув в воду, а потом еще и проскочить мимо злых бегемотов. Добравшись до противоположного берега, антилопа отправилась праздновать свой второй день рождения. Ведь она была на волосок от смерти. Львы с крокодилами постоянно делят добычу или падаль. Например, тушу бегемота. Если еда оказалась на берегу, то львы активно пытаются отгонять наглых рептилий. Но вот если туша в воде, то тут уже рискуют львы. А этот леопард, поймав кабанчика, немного не добежал до дерева, где свободно бы пообедал. Добычей предложила поделиться гиена. Леопард изо всех сил пытается удержать свою добычу, опечаленной таким беспределом. Львы могут часами ходить вокруг стада буйволов, высматривая слабую особь или детеныша. А когда буйволы теряют бдительность от постоянного присутствия львов, те пытаются урвать свою добычу. Чаще всего львам приходится отказаться от своего плана и отступать. Ведь буйвол грозный соперник. Попасться на его острые рога чревато серьезными травмами. А если буйволов целое стадо, то львам и вовсе приходится убегать. В этот раз львы заприметили теленка, отстающего от стада и без труда повалили на землю. Но быки быстро одумались, что теряют своих и пошли в наступление. Львице пришлось снова убегать, как нашкодившей кошке, оставив теленка в покое. Субтитры сделал DimaTorzok Бегемоты очень внимательные и вспыльчивые родители. Стоит кому-то приблизиться к подоему с их детенышами, как бегемот тут же готов к нападению, даже если никакой угрозы и нет. Но вот выходя на берег, бегемоты становятся более уязвимы. Львица выждала момент, когда бегемот отвлекся и схватила малыша. Новорожденный детеныш бегемота весит до 50 килограмм. Львице нелегко бежать с таким грузом, но все же удалось оторваться. Еяновидные собаки, как и львы, охотятся большими группами и могут нападать даже на буйволов, отделяя одного быка от стада. Этому буйволу очень не повезло оказаться в окружении голодных собак. Каждая норовит отгрызть кусок отмечущейся жертвы. Буйвол 10 раз пожалел, что не попался однажды львам. Те прирожденные убийцы быстро душат свою жертву и без долгих мучений. Собаки же вымотали быка до предела. Один из коллег по стаду даже попытался помочь, но быстро оставил эту затею. В итоге буйвол, поваленный без сил, стал сытным обедом для всей стаи собак. Тигр схож по размерам и силе со львами. Но силой они могут помериться только в заповедниках или зоопарках, так как в дикой природе не пересекаются из-за разных ареалов обитания. В отличие от львов, тигр охотник-одиночка, поэтому рассчитывает только на себя. Эта дикая кошка в одиночку может завалить корову или быка. Небольшой каймат грелся на солнце. Леопард заинтересовался рептилией. Некрупные особи часто становятся добычей леопардов. Но этот оказался великоват, да еще и агрессивен. Как только леопард попробовал хвост на вкус, сразу же ощутил щелчок острых зубов рептилии на своей морде. Леопард, в отличие от львов, охотится в одиночку. Поэтому одолеть крупную добычу ему практически невозможно. Максимум, кого леопард может осилить, это некрупную антилопу или зебру. Но что же делать, если в рационе давно не было говядины? Остается лишь облизываться, глядя на огромных буйволов или нападать на телят. Но даже этот трюк очень сложен и опасен. Ведь молодняк всегда находится под присмотром взрослых особей. И в случае опасности буйволы бросаются на защиту своего потомства. Эта попытка не уменьшалась успехом. Леопард был вынужден отпустить свою жертву под натиском огромных быков. Приходится довольствоваться чужими и не совсем свежими объедками. Субтитры создавал DimaTorzok